Майкл Рубинс Блумберг родился 14 февраля 1942 года в Брайтоне. В те времена это был отдельный город, сейчас его территория входит в состав Бостона, штат Массачусетс. Родители политика, евреи по национальности, их предки родом из Польши и Литвы. В 1960 году Майкл окончил Мэтфорд Хай Скул и поступил в частный исследовательский университет Джона Хопкинса. Будучи по натуре активным, он не только постигал электротехнику, но и нарабатывал репутацию, выдержку и смелость в братстве Фай и Сай. Осознав свое предназначение увеличивать доход и руководить крупными корпорациями, в 1966 году Блумберг стал магистром делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. До 2002 его биография была связана исключительно с предпринимательством. В 1975 году женой Майкла Блумберга стала Сьюзан Элизабет Барбара Браун, гражданка Великобритании. В браке родились две дочери, Эмма, 1979 год Р и Джорджина, 1983 год Р. Еще в молодости девочки стали популярными, снявшись в документальном фильме «Рожденные богатыми» 2003. В 1993 году был оформлен развод. При этом в интервью Майкл отметил, что сохранил с теперь уже бывшей женой дружеские отношения, а в воспитании дочерей непременно будет участвовать. В 2000 году в личной жизни политика появилась Диана Тейлор, экс-суперинтендант банков штата Нью-Йорк. Сейчас они просто живут вместе, но и в дальнейшем не намерены официально регистрировать отношения. Пара неоднократно объявляла об этом во всеуслышание. Несмотря на то, что у Блумберга есть аккаунт в Инстаграме, он предпочитает не делиться семейными фотографиями. После выпуска из Гарвардской школы бизнеса Майкл Блумберг не мог и представить, что когда-нибудь на его счету окажется шестизначная цифра. Но он очень к этому стремился, еще тогда основной составляющей его характера была амбициозность. В 1973 году Блумберг осел на Уолл-стрит, в финансовом квартале Нью-Йорка. Он стал генеральным партнером крупного инвестиционного банка Salomon Brothers и занимался торговлей акциями. В 1981 компанию выкупили, а штат распустили. Политик остался без работы, но с 10 миллионов долларов на руках, во столько оценивалась его доля в Salomon Brothers. На это состояние Майкл основал Innovative Market Systems, IMSS. Компания занималась разработкой программного обеспечения, которое в режиме реального времени поставляло фирмам Уолл-стрит рыночные данные, финансовые расчеты и другую аналитику. Первый клиент, банк Мэрил Линч, вложил в IMSS 30 миллионов долларов. С этого и началась головокружительная история успеха. В 1986 году IMSS была переименована в Bloomberg, а ассортимент оказываемых компанией услуг расширился. Появились Bloomberg News, Bloomberg Radio, Bloomberg Message и Bloomberg Tradibook. Все эти продукты, в помощь акулам Уолл-стрит. Bloomberg – настоящий финансовый гигант. По итогу 2019 года ее активы насчитывали около 10 миллиардов долларов. Показательно, что компания приносила доход даже тогда, когда Майкл Блумберг углублялся в политику и оставлял пост генерального директора. Речь идет о периоде его руководства Нью-Йорком и о президентской гонке 2020-го. В 2000-х годах Bloomberg решил, что достиг пика предпринимательской карьеры и переключился на политику. В январе 2002-го он вступил в должность 108-го мэра Нью-Йорка. Интересный факт, его зарплата составляла 1 доллар в год. Сначала рейтинг одобрения Майкла составлял всего 24%, но за годы руководства городом Большого Яблока он сумел доказать свою состоятельность. Достаточно упомянуть лишь некоторые его инициативы. Bloomberg умел обращаться с деньгами, и благодаря этому дефицит бюджета в 6 миллиардов долларов превратился в профицит в 3 миллиарда долларов, преимущественно за счет повышения налога на недвижимость. Это благополучно отразилось на социальной сфере, в городе появилось около 160 тысяч доступных домов. Будучи поборником здорового образа жизни, Bloomberg наложил табу на курение на рабочих местах и в общественных заведениях, в том числе в барах и ресторанах. Он также законодательно запретил общепиту использовать транжиры в своей продукции и потребовал указывать количество калорий в меню. Позже эти инициативы были реализованы во всех штатах Америки. В парках и скверах появились велодорожки. Остался след Майкла и в межнациональном вопросе. Так, он запустил программу News Young Man S Initiative, направленную на устранение недомолвок между темнокожими и латиноамериканцами. Политик лично пожертвовал проекту 30 миллионов долларов. А после терактов 11 сентября 2001 года администрация Блумберга при содействии ЦРУ курировала противоречивую программу наблюдения за мусульманскими общинами. Стоит отметить, что во времена первого избрания Майкла Блумберга занимать пост мэра Нью-Йорка можно было два раза по четыре года. Когда этот период истекал, бизнесмен обратился к жителям с просьбой разрешить ему расширить срок полномочий. Даже Рональд Лаудер, который в 1993 году и ввел восьмилетнее ограничение, поддержал его предложение. В итоге в 2013 году, по истечении третьего срока полномочий, Блумберг покинул пост мэра Нью-Йорка. Ему прочили место губернатора штата и говорили, что однажды он станет кандидатом в президенты. Предрекаемое случилось в ноябре 2019 года, миллионер решил составить конкуренцию Дональду Трампу. Несмотря на мощный финансовый фон и советы лучших пирщиков, кандидатура Блумберга не понравилась гражданам США, невыгодна она была и в международном смысле. Например, о России политик говорит как о главном враге США, а его отношение к Владимиру Путину как к личности описывается такой цитатой. Авторитарный политический лидер, который аннексировал территорию у своих соседей, дестабилизировал союзников США в Восточной Европе, содействовал военным преступлениям в Сирии и вмешался в президентские выборы 2016 года в США. В марте 2020 года Майкл снял свою кандидатуру с президентских выборов и выступил в поддержку демократа Джо Байдена. Если верить Форбсу, Майкл Блумберг по-прежнему один из богатейших людей мира. В рейтинге 2020 года он занимает 16 место, а его состояние оценивается в 48 миллиардов долларов. После снятия кандидатуры с президентских выборов 2020 года экс-мэр Нью-Йорка вернулся к управлению Блумбек и продолжает заниматься благотворительностью. Несмотря на возраст и не столь крепкое здоровье, Блумберг и дальше намерен бороться за США. Я собираюсь убрать президента Трампа из Белого дома или, по крайней мере, постараться изо всех сил. Однажды. Отметил он в интервью.